Рады, радёшеньки, мы гостям хорошим, гости приглашаем, милости просим. Гости приглашаем, милости просим. Душевный приём оказалась семья Буниных членом комиссии конкурса «Вологодское подворье». Встретили хлебом с солью и песнями под гармонь. Бунины победили в категории «Молодёжное подворье». Следующая ступень испытания – областная. Мне предложили сельсовета поучаствовать в этом конкурсе. У нас видят, что дом преобразился, но он был совершенно другой. И мы держим много скота, большой участок. Они сказали, что можете поучаствовать. Мы решили, и вот мы одну номинацию выиграли уже. Огромное хозяйство – богатство молодой семьи. Только картофельное поле занимает более 20 соток. У Буниных 4 поросёнка, корова-малютка, телёнок Боня и много кроликов. Уход за животными требует немало времени и сил. Каждый день Анна просыпается раньше 5 утра, чтобы накормить питомцев, подоить корову и увезти её на пастбище. После она будет детей, готовит завтрак и идёт на работу в детский сад. На вопрос, как же всё успевает, отвечает, что всей душой любит своё подворье, поэтому и работа не в тягость, а в удовольствии. К конкурсу в семье специально не готовились. Не было необходимости, потому как дом и участок начали обустраивать, как только переехали в Благовещение из деревни Первомайское. Семья очень дружная, семья трудолюбивая. Как-то они очень трепетно относятся друг к другу, охраняют друг друга, помогают друг другу. И меня поразило то, что вот когда они восстанавливали этот дом, строили, у них все, даже маленькие дети, занимались общим делом. Мы все праздники отмечаем здесь, все вместе. Мы здесь накрываем большой стол, где мы на улице. У меня собираются все братья, сёстры, родители. Мы тут все сидим, гуляем. Оценивать подворье конкурсантов в Вологодской жюри будет по нескольким критериям. Это количество выращиваемых культур, состояние участка, поголовье скота, а также семейной традиции. В целом участники готовились к конкурсу, что радует нас. На данный момент у нас уже объедено 23 района, осталось еще два. Итоги конкурса будут подведены 14 сентября. Награды победителям вручат в Вологде на площади революции. Ангелина Батакова, Антон Карев, телеканал «Русский Север». Батакова, Антон Карев, телеканал «Русский Север».